Дорогие друзья, это Сова, мы продолжаем с вами играть в Сатисфакторю и строить всякое то, что я называю заводом, а кое-кто называет другими словами. Но мы не будем их произносить, потому что меня просят поменьше материться. Не то чтобы я очень сильно прислушиваюсь, но вроде как я стараюсь работать над собой. Завсегда-то и не дадут соврать, мне кажется, идиоматических выражений местного характера в моих словах стало в последнее время гораздо меньше, кроме тех случаев, когда я стучаю пауков. Итак, сегодня мы, во-первых, забираем отсюда нахрен весь цемент, потому что он нам очень сильно нужен. И что-то еще, вот это что такое. Так, 3-ный слиток, нахрен, нахрен не надо. Нахрен не надо. Так, это тоже нахрен не надо. Че еще нахрен не надо? А что надо, во-первых? Надо, для того, чтобы строить чего-то, нам нужно чего-то другое. Логично? Логично. Давайте теперь посмотрим, в чем-чего у нас создается. Так, нам нужно сейчас забахать себе две вещи. Так, первая вещь. Это железо-бетонные промышленные балки, они у нас создаются в этом, господи, в ассемблере. И вторая, это блочномодульный каркас, который тоже создаются в ассемблере. Так, ассемблеров, если я захочу, не знаю, там, три десятка ассемблеров, например, зажахать. А, мне нужны будут роторы. Блин. А, блин. Мне нужны будут роторы. Мне нужны будут роторы и кабель. Сраные роторы, которые закончились. Вот дерьмо. Так, я могу сделать себе роторов? У меня тут, по идее, должны лежать нужные на роторы ингредиенты. Мы забахаемся роторов, что делать-то? Так. Соответственно, вот эти вот болты мне будут нужны. И, наверное, на этом еще не все. Скорее всего. Блин, надо найти. Где-то у меня наверняка есть склад, в котором лежит где-то три-то тонны роторов просто. И я об этом просто тупо не знаю. Надо будет это обнаружить. Так, ладно, давайте пока роторов все наделаем. Пока мы делаем все роторов, немножечко подумаем, чем будем делать дальше. Так, надо еще кабели будет сделать. Короче, нам сейчас надо будет пойти и прикинуть, сколько нам нужно будет чего, для того, чтобы производить нужное количество роторов и стальной балки, или такой там цементной балки, для того, чтобы запитать производство тяжелых блочно-модульных каркасов. Так, 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 так. Кстати, блочно-модульный каркас тоже будут нужны. Но блочно-модульные каркасы у меня там валяются, а вот это у меня там не валялось. Так, чтобы у меня закончатся болты, да? Ладно, мы сейчас на все деньги, короче, сделаем. А потом тогда еще сходим дополнительно. Но это будет попозже. Вещи еще крафтанем. Так, где-то здесь лежали, да, вот они, каркасы. Мы их сейчас просто тупо заберем отсюда. Ну, роторов здесь, по-моему, больше нигде не лежит. По крайней мере, я их вроде не вижу. Так, ладно, цемент мы взяли, это мы взяли. А теперь давайте посмотрим, чего нам сколько нужно будет. Так, сейчас мы туда прибежим. Посмотрим, что нам будет нужно. И где мы будем все это дело размещать. Так, здесь я хочу ходить. Так, 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 так. У меня их, по-моему, 22 штуки. Так, для того, чтобы обеспечить его. Начнем, допустим, вот с таких вот вещей. 7,5 в минуту. 7,5 в минуту на 1. То есть 75 нам нужно будет, соответственно, на 10. Логично. 75 единиц в минуту. Нам нужно будет на 1 блок. Ну, пусть 80. Короче, на 1. Да, по 11 у нас их есть, если ставить стороны. Ну, короче, 80. 80 и 80. Нам нужно обеспечить 160 таких каркасов. Так, 160 каркасов. Нам нужно, чтобы производилось. Так, думаю, что это будет нетривиальная немножко задача. Так, давайте мы вот это вот доделаем. Голосовые. Вопрос только, где мы конкретно будем это дело размещать. Сейчас мы подумаем над этим делом. Так. Хорошо, станция у нас здесь есть. Так, давайте здесь поставим ассемблер. Поставим здесь ассемблер. И захотим мы здесь делать альтернативный блочно-модульный каркас. Делаться он будет у нас из труб. И вот этого. Делаться их будет в минуту 6. Так, делаться их будет в минуту 6. Требовать они будут 12. И 12 единиц в минуту. Так, то есть, ну, в принципе, на 10 это будет 120. Хорошо, значит, конверерная лента у нас не переполнится. У нас достаточно двух конверерных лент. Для того, чтобы, соответственно, их все это дело запитать. Теперь, сколько там было? По 80, да? Так, по 80. Значит, 160 мы делим, ну, собственно, на 6. И нам нужно будет всего 20... Примерно 7... Короче, 30. 30 мы сделаем. По 15 с каждой стороны. Так, 15 с каждой стороны. Если, соответственно, у нас будет их... Она уже будет делиться. Да, она у нас будет делиться. Так, сейчас проверяем себя. То есть, 30-очка. Соответственно, максимальное потребление у нас 12. То есть, это на самой паршивой конверерной ленте все уедет. Ну, все, хорошо. Значит, нам нужна была лайка, состоящая из, в общем-то, всего лишь навсего 30 таких вещей. А построить мы сколько можем ассемблеров? 30 явно ассемблеров мы построить не можем. Насколько нам их хватает-то вообще-то? Ну, сейчас, походу, получается, что ни на сколько нам их особо не хватает. Так, мне хватит на 30 ассемблеров? На 30 ассемблеров мне чутка не хватит. Так, ладно, давайте тогда сначала сделаем по одних площадку. Так, на 15 ассемблеров мне хватит. Давайте так. На половину. На 15 ассемблеров мне хватает. Значит, мы сейчас сделаем площадку. Поставим там 15 ассемблеров в одну сторону. А потом тогда дальше будем думать. Так, ну, в принципе, логично было бы разместить это вот здесь. Потому что, во-первых, у нас здесь цемент. Во-вторых, мы сюда можем трубы потом металлические подать. Вот, прямо вот эта площадка. Она у нас, причем она находится одна под одной. Мы вот потом по этой конвейерной ленте можем готовый продукт запихнуть наверх. То есть, так, с виду, это прям идеальное место. Плюс она уже у нас зацементирована. Так, ну вот у нас есть, допустим, такая площадочка. Так, ну вот это, в принципе, я думаю, что надо тоже цементировать и не запариваться. Наверное, все-таки вот так мы и сделаем. Так, вот это вот дерево. Нужно ли оно мне? Дерево, в принципе, мне особо не мешает. Так, вот этот вот оазис мы себе здесь оставим. Мы его потом в стекло запихнем под стекло и будем на него наблюдать за ним. Так, давайте теперь попробуем. Давайте теперь попробуем прикинуть, как у нас эта фигня будет здесь располагаться. Так, там у нас дальше стоит поезд. По идее, 15 ассемблеров здесь должно прекрасно поместиться. Но на всякий случай неплохо было бы это дело проверить. Мы оставим здесь везде место. Здесь, скорее всего, будет хранилище для этого всего. И чтобы здесь потом не бегать, как жопа ужаленная, мы сейчас давайте вот прям угол возьмем. Вот так вот. И отсюда забахаем 15 штук. Так. Давай. Так, три. А, он считает, да, у меня? Все, отлично. Значит, тогда ждем, пока у нас счетчик не дойдет до нуля. Надеюсь, здесь должно хватить места. По идее, по моим расчетам, его хватит. И тогда мы как раз вот эту вот часть используем. Потому что она у меня до этого была ни хрена не используема. Так, осталось четыре. Три. Два. Один. И ставим его сюда. Так, отлично. Здесь еще остается немножко места. Как раз все вот это вот, то, что здесь остается, я хотел залить бетоном. Вернее, зашить вот в такой корпус. Так, зашить в корпус. Вот сейчас мы как раз и зашьем в корпус. Так, давайте. Вот эта вот часть, она мне, в принципе, здесь не нужна. Ну, на все, чтобы зашить вообще все, мне не хватит. Мы сейчас просто обозначим, что вот эта вот ерунда у нас здесь должна быть потом захреначена. Это будет чуточку попозже, потому что сейчас у нас ресурсов на это нет. Ну, короче, конец цеха у нас вот он. Так, конец цеха есть. Здесь у нас будут просто ездить поезда. Показывать мы это людям на экскурсиях не будем. Так, теперь поехали дальше. Значит, здесь у нас, здесь у нас, здесь у нас, здесь у нас. Надо сделать какую-то организацию на это, на все. Расстояние здесь маленькое, поэтому здесь единственное, что мы сможем сделать, это пропихнуть стандартные для нас вещи. А именно, поставить здесь конвейерный соединитель, направленный вот в ту сторону. Ну, и, соответственно, вот такую вот штуку. Где-то там дальше мы сейчас предусмотрим хранилище. Сейчас пока не знаю где. Сейчас мы туда дойдем и посмотрим. Хранилище, я так думаю, у нас будет двухкомпонентное. То есть у нас одна линия будет уходить куда-нибудь. А вторая линия будет уходить на производство тяжелых блочных модульных каркасов, когда это будет необходимо. Потому что всегда это необходимо и не будет нужно. Так, все, все нормально, да. Так, теперь где-то здесь нам надо будет сжахнуть. Хранилище. Так, у меня есть ресурс на хранилище. Скорее всего, наверное, у меня их нету. А, нет, есть. Так, у меня есть ресурс на хранилище. Ну, и хорошо. Значит, мы тогда немножечко отступим. И вот здесь вот сделаем блок хранения этого всего, чтобы их прям по-нормальному хранилось и не как всегда. Так, значит, мы разворачиваем. Так, мы разворачиваем в обратную сторону. Так, потом опять вот в эту. Потом опять туда. Потом опять разворачиваем. Опять туда. Так. Какое, например, место будет у нас занимать? Так, мне хватит еще на один ассемблер? Так, если мне хватит еще на один ассемблер, я надеюсь, что мне хватит еще на один ассемблер, мы сейчас даже это дело прикинем. Блин, опять автосхрани не пошло. Ждем, ждем. Да, все больше и больше. Так, на ассемблер мне, да, хватает как раз на один отлично. Значит, так, мы здесь, наверное, мельчить не будем. Мы, наверное, вот так вот прямо отступим. По-жесткому, да? Да, так вот по-жесткому отступим. Здесь, тогда у нас будет стоять, где он, конвейерный соединитель. Так, мы поставим здесь прямо по центру блока. Направлен он будет, да, в эту сторону. Так, еще потом 14 мы пристроим. Так, теперь здесь. Теперь здесь у нас есть понимание того, как это будет располагаться. Соответственно, надо будет достроить еще. Так. Разворачиваем. Так, разворачиваем. И все, развороты у нас закончились. Так, получилось у нас такое хранилище. Хранилище, на самом деле, не очень большое. Здесь у нас останется место, которое я даже не знаю, под что мы конкретно будем использовать. Но придумаем под что. Так, и вот здесь у нас останется тоже место, которое тоже вроде как не очень под что-то пригодится. Возможно, там будут какие-то части для хранения промежуточного ресурсов. На самом деле, думаю, что, наверное, мы ресурсы, которые у нас будут использоваться для производства, мы затянем с обратной стороны. А вот здесь вот в два ряда у нас будут идти хранилища для их промежуточного накопления. Это на случай, если у нас будут какие-то перепады вот здесь вот с поставками. Везде будем делать буферные, короче, сундуки. Чисто на всякий случай. Так, ладно. Нам нужно сходить за еще промышленными контейнерами. Так, нам нужно их еще, допустим, два десятка, три, четыре десятка промышленных контейнеров. Плюс нам нужно еще ресурсов на создание еще четырнадцати ассемблеров. И, наверное, пока все. Так, ленты у меня здесь какое-то количество еще осталось. Они вроде как больше не нужны. Но все остальное вроде как тоже еще есть. Так, хорошо. Значит, нам нужно стальных прутов и стальных болтов для этого. Так, стальных прутов, стальных болтов. Ну, поехали. Так, стальных прутов, стальных болтов. Сейчас мы их себе надыбаем. Господи, что-то какой-то завод слишком большой стал, по-моему. По нему уже немножечко сложно передвигаться. А я еще половину только построил. Так, здесь у нас чего производится? Здесь у нас производится не то, что нам нужно. Так, мне надо наверх. Мне надо наверх. Аж вот туда. Так, пруты. Ладно, пруты возьмем сразу там. Там же мы возьмем и нужны нам другие штуки. Так, пруты. Забираем, не знаю, там сколько. Вот столько прутов. Вот столько, может быть. Все остальное забираем в виде болтов вот отсюда. Так, пруты, болты. Вот они есть. Так, пойдем накрутим себе, пока мы рядом. Соответственно, этих самых роторов. Сейчас мы как раз делаем решение проблемы с роторами. В данный момент у нас происходит. Но для того, чтобы решить проблему с роторами, надо, блин, думать как ротор. Тут придется сначала поработать руками. Так, сколько мы их сделаем? Что-то мы их сделаем, по-моему, до хрена. Но мне до хрена и нужно. Так, ладно. Потом мне надо будет зайти, еще взять стальных труб и кабеля. Не забыть. А, и железобетонно-промышленные балки. Но это все там недалеко, в принципе, находится. Так, отлично. Ну, роторы, опять же, повторюсь, они мне нужны будут еще на производство, собственно, железобетонной балки промышленной. Поэтому пока, пока, короче говоря, нам это все будет нужно. Нужно нам это будет в очень больших количествах. Я еще, наверное, найти, где немножко налажал. Надо, наверное, все-таки сделать цементные запасы нормальные. Я сделал сразу из хранилищ, а надо, вернее, из станции. А надо сделать все-таки через дополнительные вот эти вот буферные сундуки. Сейчас мы это сделаем. А то, боюсь производства, если вдруг с поездами возник какая-то проблема, она может возникнуть в производстве, у нас останется без цемента, это будет нехорошо. Так, ну и сколько у нас их? Ну, прям произвелось сколько надо, по-моему. Все, я думаю, что роторов мне хватит на полностью, на производство всего чего угодно. Так, и того, значит, соответственно, пруты. Пруты нам нужны будут для того, чтобы делать либо разветвитель, либо соединитель. Че-то одно из этого я не помню, что конкретно. Так, поэтому пруты мы сейчас возьмем. И еще надо взять здесь сразу провода, пока мы здесь рядом находимся. Так, возьмем отсюда, не знаю, там, две сотни прутов. Так, потом сразу пойдем возьмем здесь проводов. Так, блочно-модульные каркасы мы заберем по дороге. Так, давайте забираем вот эту вот тему. Отсюда ее нужно будет много. Так, блочно-модульный каркас по дороге забираем. И что-то мы еще, надо вот это тоже переделать, вот эти вот сопли, которые здесь. Ну, это ладно, это мы переделаем, когда будем вот с этими вот вещами разбираться. Так, движки мне не нужны, железобетонные балки мы возьмем. Так, где-то и здесь у нас должно быть, как раз, а мы, в принципе, вот отсюда выковыриваем. Так, все, блочно-модульных каркасов мы забрали. Еще блочно-модульных мы заберем попозже. Теперь мне остались, собственно, трубы и балки. Так, пойдем за трубами и пойдем за балками. Так, раз, два, три, четыре. Так, наверное, придется избавиться от цемента. Вот цемент мне потому что в таком количестве не нужен. Так, вместо этого мне надо будет на четыре взять... Так, балок дам железобетонных вон там. Так, бум. Труб не хватает, кстати говоря, и балок не хватает, блин, потому что я с цементом переборщил немножко. И с высокоскоростными. И резина мне не нужна. И вот одна такая штука мне не нужна точно. Так, забираем отсюда еще тогда балки. Так, все, с балкой у нас теперь все норм. Хотя, конечно, там были очень рамочные подсчеты. Не факт, что мне нужно будет ровно столько. Но если предположить, что будет нужно столько, давайте будем к этому максимально готовы, чтобы потом в десять раз не бегать. Так, возьмем отсюда трубы. Мне нужен, в принципе, еще один стак труп, по факту. Ну все, вроде как норм. Так, железобетонных балок до хрена этого до хрена. Так, все, побежали. Побежали, побежали. Так, станция у нас здесь есть. Станцией мы будем заниматься чуть попозже, пока нам это не нужно. Да, знаете, что мы будем делать? Мы будем делать немножечко не так, как я планировал изначально. Да, я бы даже сказал, вообще не так мы будем делать, как я планировал изначально. Да, у нас должны быть три независимые линии по накоплению цемента. Так, ладно, я сейчас покажу, что я имею ввиду. Но перед тем, как я покажу, что я имею ввиду, нам нужно будет доделать вот эту вот часть. Так, значит, мы вот эту вот разворачиваем. Так, потом разворачиваем в обратном порядке. Так, потом разворачиваем вот так. И здесь они у нас не совпадут. Очень жаль, что они у нас не совпадут. Ладно, в принципе, строго говоря, похер. Поэтому мы тогда разворачиваем вот здесь вот туда. А теперь нам надо сделать подключение вот для этой темы. Значит, как мы будем это делать? Так, подключение вот для этой темы. Так, во-первых, тема номер раз. Тема номер раз у нас будет подключаться через вот эту вот вещь. А тема номер два у нас будет подключаться через вот ту вещь. Но для этого мне надо будет ее сначала вот сюда вот вытащить. Потом вот здесь развернуть и провести. Так, ровно. Так, вроде ровно. Вроде ровно, примерно, куда-то, наверное, вот сюда, да? Да. Так, все, отлично. Это у нас будет хранилище для вот этой темы. Так, теперь. Теперь, значит, оттуда у нас переходит где-то, где у нас, вот так, да? Так, вот так, вот так. Так, вот так. И, соответственно, вот так. Так, это у нас пойдет самый крайний наш контейнер. Так, теперь здесь. Мы должны будем запилить вот так. Вот так, вот так. Так, идем дальше рубить. Соответственно, сюда. И все, здесь у нас выходной. Во-первых, один мы можем использовать, если нам нужны будут эти штуки. Где-то. А второй мы просто сейчас протянем до нужного нам места. А нужное нам место находится вон там. Так, тянем, во-первых, сюда. Так, отлично. И здесь нам надо будет... Так, мы сейчас тогда вот это вот реорганизуем немного. Мы сейчас это немного реорганизуем. Вот таким вот образом. Так, нам надо будет отсюда запилить как бы не три компонента. Я думаю, что три и надо будет. Так, это у нас будет два. Так, сейчас мы должны посмотреть, чтобы он будет ровно стоял. Так, отлично. И отсюда мы подадим еще компонент номер три. Вот компонент номер четыре придется подавать откуда-то другого места. Видимо, с другой стороны. Так. По-моему, как-то он криво стал. Так. Нет, ни красота у нас не пройдет. Только красота, только хардкор у нас здесь теперь. Все, у нас теперь только эпичность. Так, еще раз пробуем. Так вроде ровно, да? Опять что-то не так. Ладно, надо тогда сверху это дело пилить, потому что снизу нихрена не видать. Так, теперь вопрос, откуда мы это будем подключать. Я думаю, что вот с этой стороны мы будем запитывать как минимум, наверное, штуки две. Давайте тогда мы немножечко здесь вот отступим. Нет, даже вот так вот мы отступим, подключим к средней. Так, подключим к средней. Здесь тогда вот так. Здесь у нас останется место на подключение еще одной ерунды. Так, да. Здесь вот нам надо будет поставить еще такой кусочек. Так, ты иди сюда. Так, ровно? Вроде ровно. Так, отлично. Здесь у нас кусок есть. Теперь здесь. Ну, теперь здесь как бы проблема небольшая, потому что мне нужно здесь сделать хранилище для цемента. В принципе, как бы особо-то проблемы нет. В принципе. Но, походу, вот эти штуки придется переделать. Потому что вот здесь вот надо сделать будет хранилище. Так, давайте мы прикинем, как это у нас должно быть. Значит, вот здесь у нас будут идти хранилища. По которым, так, оно у нас где-то вот так вот пойдет по центру. Из которых потом мы запилим цемент вот туда. Так, значит, мы сейчас их подровняем. И вот так вот захреначиваем вместе. Подровняли? Да, подровняли. Так оно у нас ровно идет. Хорошо. Отсюда у нас пойдет цемент. Значит, тогда вот эта тема у нас идет неправильно. Так, вот это вот мы сейчас все переделаем чуть попозже. Сейчас пока не будем, чуть попозже переделаем. Я хотел сделать независимые линии на цемент, чтобы они, как бы, грубо говоря, каждая из этих штук питала какую-то свою часть. Но я так подумал, что это будет неправильно. Это будет неправильно. Мы сейчас сделаем немножко иначе. Значит, у нас будут идти накопительными вот такими вот фигнями. То есть, грубо говоря, приехал поезд, и они должны будут очень быстро захреначить полностью все нужные нам контейнеры. А потом уже, как они там дальше будут распределяться, не суть важна. Так. Вот это сюда. Так. Вот это, допустим, сюда. Вот это сюда. Так. А вот это, это даже не знаю. Допустим, вот так. Так, ну, предположим. Ладно, мы сейчас пока сильно ровнять не будем. Примерно это рамочно то, что я хочу сделать. Вот эти штуки, кстати, наверное, надо все-таки удалить. Так, теперь. Теперь здесь. Теперь здесь. Теперь здесь. Теперь здесь. Сейчас мы смотрим вот такую вот штуку. И выбираем здесь. Так, альтернативные. Чем тут? Каркасы, да, делали? Или не каркасы? Чем здесь делали вообще? Я же здесь что-то хотел делать. Я хотел здесь делать, по-моему, каркасы. Да? Но я так их и не выбрал. Так, давайте мы тогда выберем каркасы. Так, да, каркасы хотел делать точно. Значит, укрепленные пластины мы еще сюда как-нибудь прокинем. Они у нас где-то здесь недалеко идут, по верху. Так, и стальные трубы нам нужны будут. Так, и стальные трубы. Укрепленные пластины, стальные трубы. Так, да, вот эту штуку мы пока трогать не будем. Сейчас сначала мы сделаем здесь сами ассемблеры. А потом тогда их будем уже обстраивать снаружи. Всякими другими вещами. Так, давайте начнем с ассемблеров. Так, ты же мне будешь показывать, правильно? Так, да, 12 осталось. 11, отлично. Ну, конечно. так есть такое дело так хорошо здесь нам нужно будет накопить определенное количество ресурсов здесь все надо будет всегда копить потому что если не копить всегда может потом произойти какая-нибудь невнятная ерунда так давайте тогда мы сразу ставим конвейерный разветвитель вот в ту сторону заводить ресурсы мы будем отсюда так так вот у нас вроде как центр попался так давайте сразу по 2 и ставить принципе как раз-два так раз-два блин металл забыл взять мне сейчас не хватит мне сейчас не хватит и принципе у нас пошло еще одно в сохранении по моему у нас уже так довольно долго длится серия поэтому наверное сегодня мы можем ее даже и заканчивать пока там буду за всякими металлами бегать и прочим другими вещами так ладно мы тогда ставим все это мы будем тогда ставить следующей серии тогда я обозначил на сегодня что мы будем делать дальше тем кому интересно чтобы люди знали собственно имеет смысл смотреть следующий не имеет короче мы здесь вот поставим хранилище здесь у нас как раз два ряда осталось один ряд мы оставим чтобы здесь можно был ходить по этим двум рядам мы пустим вот такие вот промышленные контейнеры этих промышленных контейнерах мы будем аккумулировать нужное количество ресурсов то есть тот будет у нас хранится соответственно труба и здесь у нас будут храниться соответственно балки это не балки вернее а железные пластины которые у нас там есть потом когда у нас вот это все будет проложено я подумаю что мне делать уже с цементом потому что цементом тоже на будет что-то делать цемент нам нужно будет еще на производство железобетонных балок и туда же нужны будут еще и трубы добавок ко всему поэтому как-то мы все дело распихаем но до того как это произойдет нам надо будет поставить еще одну железнодорожную станцию которой мы будем привозить соответственно сюда трубы и тогда мы сможем расставить нужное количество сборщиков для того чтобы из этих труб уже делать промышленную железобетонную балку необходимую нам ее мы будем делать скорее всего ну вот я посмотрю сколько ее делается либо вот на том пятачке ну которая скорее всего не хватит поэтому скорее всего вот туда вдаль уходящего там же будет располагаться и 2 нужная нам станция примерно вот такой вот у нас план на следующие серии и на одну серию мы это никак жизни сделать не успеем следующей серии займемся вот этими вот постройками я пока схожу заберу всяких металлических необходимых нам для этого вещей на следующей серии мы продолжим спасибо за внимание удачи и всего вам доброго